Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие секретки, и сегодня с вами снова я, Тигренадия. У нас сегодня новая рубрика. Теперь я показываю не только тигр-мейл, incoming, то есть входящие письма, но и буду показывать то, что я делаю сама, отправляю. Я не буду показывать всё подряд, все письма, которые я всегда отвечаю, да, на все, которые отвечаю. Буду показывать, наверное, только такие, вот, тематические, творческие, которые уходят очень много времени. Например, вот на эти три письма у меня ушло две недели. Две недели я их делала, вот, и поэтому девочки очень долго ждали. Вот это письмо вообще целый месяц или два девочка ждала. Вот, и я, к сожалению, только сейчас я смогла его закончить. Но вы сами посмотрите, почему так долго это всё было. Вот, и возможно, если вам понравится эта рубрика, то я буду показывать уже все письма, на которые я отвечаю. Точнее, все свои ответы. Вот, и давайте начнём с первого письма. Оно вот такое вот, я оформила его газетными обрывками и совой, которую сама нарисовала. Вот так вот выглядит совушка. Такая вот милая. Это ответ для Елены Губарёвой из Алтайского края. Сзади я ничего не делала, обычно я не люблю ничего делать. Я заказала штамп и буду ждать. Хочу делать штампами оформления. Вот, я обычно, когда только открываю клапан, вот так вот, я сюда наклеиваю скотч. Либо с почтовыми марками, либо подходящий по цвету. Но, скорее всего, в этом случае я наклею что-то с птичками. У меня есть почтовый скотч, который как птички там у него. Вот так, это письмо по-простому у меня сделано, не так, как вот эти два. Но всё же я тоже вам его покажу, надеюсь, вам понравится. Итак, во-первых, я писала письмо на розовой бумаге, подходящей к совушке. Вот так, чтобы всё подходило. Вот, просто скромно оформляла такими завитушками. Текст, много текста. Вот. Так что и наполнение. Первое, что я положила, это свою открытку с Пьером Безуховым из моей самой любимой гарнизации «Войны и мира» от BBC за прошлый год, 2016-й. Это мой самый любимый актёр Пол Данно. Вот. И здесь я написала информацию об этой открытке. Затем я положила чай, который более-менее у меня по цвету подходил. Это Тесс Голбери. Здесь у нас чёрный чай и разные цветы. Затем я решила положить вот такую вот наклейку объёмную из фикс прайса, из темы, кажется, коллекции 8 марта. Да, очень нравятся мне эти наклейки. Я их просто обожаю. К сожалению, я себе ничего не оставила. Я всё же заслала по письмам. Вот, у меня осталось ещё некоторые. И мне кажется, вот эти по цвету, в общем, подходят к тематике письма. Да, как можете заметить, я старалась всё по цвету подбирать. Затем я нашла у себя вот такую наклейку. Девочка с фиолетовыми волосами. Тоже её решила сюда положить. Потом я сделала сама вырубки на фотобумаге, в типографии печатала. Вот такой вот кролик. Затем вот такой вот кролик. Тоже такая немножко уже более пасхальная тема, но в то же время всё по цвету сочетается. Затем были вот такие вот наклейки с котиками, блестящие. Тоже фиолетовые и розовые котики. Потом вот такое яичко уже к Пасхе. Он тоже кролик с фиолетовыми цветами на глубом фоне. Затем у нас была вот такая вот фиолетовая бабочка. Тоже с розовыми оттенками на крыльях. Единственное, что не подходит по тематике, это, в общем, вот такая вот мешутка. Это вырубка тоже, но она на тему почтовых отправлений. Вот, и я подумала, что еле он улыбнётся, когда увидит эту мешутку. Вот, потому что он очень милый такой. И ещё один мой рисунок, который я специально для неё нарисовала. Надеюсь, она оценит. Это такая вот совушка, но уже с голубым пузиком. Так что вот так вот мило выглядит. Да, я, к сожалению, не отсканировала себе все эти рисунки. Можно было бы потом выпустить их как те же вырубки или те же наклейки. Но я думаю, что я ещё не раз их нарисую. Так что вот такой вот мой отверт для Елены. Далее вот такой вот конверт для Александры Качпасовой. Это блогер Алекс Кэкташ. Я делала вот такой вот конверток ей. Здесь скотч такой кружевной. Затем кролики, вырезки. Тут тоже газетный обрывок бумаги. И просто вот такая вот ленточка из скотча. Сзади, опять же, я ничего не делала. Вот, обычно я всегда оформляю всё спереди. Но я постаралась, очень-очень постаралась над тем, что будет в конверте. Итак, я сделала фолдер. Я над нём очень долго работала. Вот, и я... Не знаю, как-то всё так спонтанно получилось. Я пошла покупать бумагу специально для неё. И я хотела, чтобы это было что-то винтажное. И просто, не знаю, душевное. Вот, я нашла вот такую скотчу бумагу. Она с розами винтажными. Очень красивыми. Изнутри она, как видите, горошек коричневый. Вот, я отрезала два одинаковых листа, кусочка. И прикрепила к ним скотч вот такой вот блестящий. Очень классный. Скрепила их скотчем на двух сторон. Одинаковыми отрезами. И сделала здесь на двух сторон ещё вот таким скотчем, чтобы вот этот не отлеплялся. Вот, так что вот такой вот фолдер полный у нас получился. И я посмотрела, что сюда мой рисунок, вот этот девочке, он идеально подойдёт. Вот, я здесь поработала над этой девочкой много. И карандашом, и золотой краской, и просто акварелью. И мне кажется, получилось очень так мило, и всё гармоничнее смотрится. В таком старославянском стиле даже, я бы сказала, винтажном, да. Так, мы открываем, и внутри у нас всё выглядит вот так вот. Я не хочу всё показывать, чтобы для Саши это осталось сюрпризом. Вот. Просто скажу, что здесь очень много вырубок, которые я делала сама. Кармашек немножко отклеивается, потому что от того, что он такой полненький, я уже как вот так и не склеивала, он не хочет держаться. Ну и я перед отправкой ещё что-нибудь придумаю. Здесь я нагрела бабочку, здесь я положила тег. Тег очень классный. Вот, я покажу его. Вот он. Очень классный. Подобрала ленту в цвет, чтобы она сочеталась с бабочками, и вообще с общим фоном, да, гармонично смотрелась. Здесь вопросы мои. Вот. И я не буду остальное показывать. Здесь очень классные карточки, которые я делала сама. Вот. И я надеюсь, что ей понравилось, а не приклеился в её творчестве. Затем я сделала вот такой конверсик. Немножко не вылезает по размеру, но всё же как-то так. Прикрепила его на две ленты из скотча, которые тоже по цвету подходят здесь. Золотистые такие. Затем здесь сюрпризики, которые с таким скрытым конвертом, ой, точнее клапаном, да. То есть здесь ничего не заклеено, тебе не нужно отрывать, ничего делать. Ты можешь потом использовать этот конверт, куда тебе захочется. Его очень легко открепить. Просто вот так вот вытаскиваешь, и всё. И здесь внутри очень-очень много всяких вырубок, вырезок, наклеек и конфетти, конечно же. Вот. Когда будешь открывать, смотреть, не могу вытащить, в общем, там очень много конфетти, будь осторожна, чтобы они у тебя никогда не рассыпались. Открывай над столом. Вот. И так обратно засовываешь сюда кусочек клапана, и можно вот так вот держать конверт. Вот так вот он прикреплён здесь скотчем у меня. Здесь лежит письмо. Вот оно, собственно. Здесь лежит отрез ленты кружевной. Не ленты, ну, тесёмка такая, да. Чай прикрепила я. И, конечно же, я нарисовала для тебя рисунок. Ты сказала, что ты очень сильно любишь оленей. Вот. И я надеюсь, что тебе понравилось самое творчество. Мой рисунок. Вот. Единственное, что я забыла написать, что Тигреназия это моё авторство. Вот. Ну, я обязательно сделала за кадром. Вот. Я очень надеюсь, что этот рисунок тебе понравился, и будет тебя радовать. Ну, и следующее самое огромное такое послание для Марченко Анастасии. Кстати, они вместе с Алекс живут в одном районе, потому что у них одинаковый индекс. Вот. Но я не знаю, знакомы вы или нет. Вот. И я нарисовала тебе такую лисичку. Надеюсь, она тебя обрадует. Украсила здесь таким отрезом скотча с бабочками и собрала для тебя фолдер. Над этим фолдером я работала очень-очень долго. Это, наверное, моя самая такая первая объёмная работа. Все детали я подбирала отдельно. Хотела, покупала, выбирала. И хотела, чтобы тебя это радовало. И я была на уровне тех работ, что ты мне подарила. Потому что то, что ты сделала, это просто потрясающе. И я умлею до сих пор от всего этого. От твоих фолдеров. Вот. Сделала я вот так вот лентой. Украсила. Решила, что ничего сзади я украшать не буду. Потому что и так всё очень ярко. И, возможно, ты захочешь в дальнейшем использовать эту бумагу. Потому что от неё всё это легко открепить. Вот. Я нарисовала кексик. Который вы можете заметить. Такой клубничный. Закрепила под него такую бумагу. Кружевную. Салфетку. Надела сюда вот такой кулончик. Baby Girls. Малышка. Вот. Розового цвета. Я подумала, что он сюда очень подойдёт. Вот. Но лента лиловая точно подходит под цвет кексика. И поэтому я думаю, что ты оценишь это. Теперь. Сейчас вот так аккуратно я сниму. Итак. Первый разворот. Я не стала ничего здесь делать. Опять же говорю. Ты можешь эту бумагу использовать в дальнейшем. Поэтому я не стала её перекрушать. Вот так вот фолдер выглядит изнутри. Здесь четыре кармана. И среднее отделение, которое я тоже упрошала. Здесь у нас чаёк. Очень легко скотч этот отрывается. Я не буду сейчас его трогать. Я специально так налепила, чтобы тебе не нужно было ничего рвать. Делала я конвертики из самой разной бумаги. Это у нас, например, кажется, калька такая специально сжатая. Вот. Я из неё сделала конвертики. Они не идеальные, потому что я никогда не делала раньше сама из такой бумаги конверты. Но, надеюсь, ты оценишь хотя бы то, что я постаралась. Затем, здесь, под этим карманом, точнее, здесь внутри, короче, в этом кармане карточки и вырубки, как ты поняла уже, они все на тьмачку еды. Вот такое всё очень классное. Не буду портить сюрприз, поэтому не буду показывать. Вот. Камерцы все легко отрываются, отклеиваются. Вот. Так что ты с лёгкостью можешь потом снять их отсюда, да. Там небольшие кусочки двухстороннего скотча. Я всё предусмотрела, чтобы ты могла использовать все части этого фолдера для своего творчества. В этом кармашке наклейки и карточки. Здесь букву я написала. Здесь такая вот моя самодельная наклейка с кроликом. Затем здесь вот такая куча разных наклейок, бабочки, карточки, всякие разные фотокарточки полароидные. Затем конфетик с приятностями. Здесь у нас разные мелочи. Открываю аккуратно, чтобы не обсыпаться этим всем, да. Затем здесь лежит письмо. Я не буду его вытаскивать. Здесь лежит салфетка, которую я для себя купила. И здесь также лежат листы для записи. Они с собой. Я надеюсь, тебе будет видно. Но, наверное, нет. Да. Они такой же цвета, как и вот эти конверты. Лиловые. Вот. Так что, такие вот дела. Такой вот фолдер. Надеюсь, он тебя порадует. И надеюсь, он точно дойдет. И почта его не потеряет. Так что, такие вот дела. Я очень-очень старалась со всеми этими письмами, этими фолдерами. Надеюсь, девочкам понравилось. Они оценят мои старания. Вот. И я буду дальше-дальше поднимать свой уровень. Вот этот навык создания фолдеров моего арта. Потому что это все очень сильно вдохновляет, радует. И я понимаю, что все делаешь не зря. Вот. И всех люблю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.